Добрый день. Я представляю компанию Echitelcredit. Фирма предоставляет ипотечное кредитование в Эстонии, в таких регионах, как Таллин, Хариума, Нарва, Пярну, Тарту. В других регионах рассматриваем дополнительно, то есть в особых случаях идет дополнительное рассмотрение залогов. Многие задают себе вопрос, что же такое ипотека? Ипотека – это кредит под залог недвижимости. Который для кредитора является обеспечением возврата кредита. Ипотека отражается юридически в крепостной книге, где отражены собственники. Ипотечное кредитование может получить как собственник недвижимости, так и иное лицо. Отличие только в том, что если заемщик не является собственником недвижимости, но тот, кто является собственником, приходит в материальную контору и дает согласие на установление ипотеки. Сумма ипотеки, как правило, значительно выше суммы кредита. И в среднем где-то она составляет 1,3-1,5 коэффициент от суммы кредита. О чем говорит сумма ипотеки? Сумма ипотеки – это возможные обязательства, которые могут возникнуть у клиента на протяжении всего периода договора. То есть для кредитора является суммой, которая не может подлежать свыше суммы ипотеки, отраженной в крепостной книге. Сумма ипотеки выше, потому что у заемщика могут на протяжении периода договора возникнуть несвоевременные оплаты, которые повлекут за собой выставление пеней, штрафов. В свою очередь кредитор не имеет права в принудительном производстве востребовать свыше суммы, установленной ипотекой. Мы можем прийти на помощь людям, которым отказал банк. То есть у нас более гибкие условия выдачи кредита. Соотношение расходной и доходной части не такое жесткое, как в банках. При этом при получении ипотечного кредита необходимо наличие при приобретении недвижимости 30% от стоимости, при залоге существующей недвижимости до 60% от стоимости. Сроком кредитования может быть срок до 20 лет. В последнее время к нам стало обращаться большое количество людей, которые хотят рефинансировать уже имеющиеся долги, которые не обременены ипотекой, а были получены на условиях смс-лайнов и быстрых займов. Тогда мы можем предоставить такую возможность кредитования под залог недвижимости. То есть консолидировать все долги, и человек уходит под ипотеку, вернув старые долги. Многие клиенты задают себе вопрос, как рассчитать ипотеку. Сумма ипотеки на рынке Эстонии со стороны банков носит стабильный характер. Это является 1,3 коэффициента от суммы займа. Другие кредиторы могут устанавливать свою сумму ипотеки, но, как правило, она значительно выше, чем сумма займа. Ипотека с первоначального взноса может быть положительно одобрена в случае, если есть дополнительный залог. То есть при приобретении одного имущества дополнительно ставится ипотека на имущество, уже имеющееся в собственности. Процентные ставки банков Эстонии, естественно, значительно ниже, чем ставки таких кредитных учреждений, участников рынка, как наша компания. В банках это где-то от 2,5 до 3,5 годовых. На рынке частных предприятий эти ставки носят характер в разрезе 9-16% годовых. Наша компания предоставляет ипотечное кредитование, начиная с 10,5% годовых и до 14%. Размер процента зависит от периода кредита, суммы и доходной части клиента. Многие задают себе вопрос, как можно получить ипотеку под строительство дома. Ипотеку под строительство дома можно получить в виде поэтапного финансирования. Что это означает? Это означает то, что имея в собственности землю, человек получает первый транш кредита. Соответственно, начинает строительство и по истечении каждого этапа оформляет новый оценочный акт, где будет видно увеличенная стоимость залога, из чего будет исчисляться дополнительная сумма финансирования и будет выдан следующий транш кредита. Условия досрочного погашения кредита у участников по предоставлению ипотечного кредитования на рынке Эстонии является абсолютно одинаковым. Если человек расторгает договор, делает досрочное погашение в течение первого года после заключения договора, то эта процентная ставка 0,5% от остатка основной части кредита. Если человек закрывает после первого года, после заключения договора, то эта процентная ставка составляет 1% от остатка основной части кредита. Задавая вопрос, что выгоднее платить аренду или взять ипотечное кредитование, каждый может рассмотреть для себя по-своему. Но, тем не менее, для бюджета личного аренда это будет статья расходов однозначно, а ипотечное кредитование все-таки с каким-то временем, в зависимости от периода взятия этого кредита, будет иметь под собой все-таки в основном капитализацию свое имущество. Что это значит? Что, конечно, при первом годе, скажем, сумма процентной ставки относительно основной части выше, однако с каждым последующим годом проценты уменьшаются, то есть идет выкупка основной части, в связи с чем человек инвестирует все-таки свою недвижимость. Это не является его расходной статьей. Если аренда – это чистый расход, то ипотечное кредитование – это все-таки капитализация в свое имущество. Если у вас есть дополнительные информации по ипотечному кредитованию, или вы оказались в сложной ситуации и вам необходима помощь, переходите по ссылке под видео и получите бесплатную консультацию.